Это множество, которое, это любое множество, которое удовлетворяет двух по Максио, с первой по четвертую, и я их собираюсь формировать. Ну, собственно, может быть, что-то, как бы, наверное, будет очень не совсем уместно, иначе все по выбору. Предложение, пожалуйста, закончилось, потому что дальше будет довольно длинный такой формат с уступлениями текст по поводу вот этих аксиом. То есть получается так, я сейчас сформулирую кучу аксиом, ну и вот все, что под них подходит, можно называть вещественными числами. Ну, то есть вы, не знаю, взобрели какие-то объекты, конфигурации, подумали, подумали, вели на этих конфигурациях все, что говорится в аксиомах, и вдруг оказывается, что эти ваши воображаемые конфигурации, они, так сказать, вполне, вполне вписываются во все эти аксиомы. Ну, значит, пожалуйста, можете называть ваши конфигурации вещественными числами. Можете не называть, но, по крайней мере, можете для них использовать все, что мы знаем про вещественные числами. Вот, замечательно, хорошо. Ну, так вперед. К сожалению, вот при таком подходе, это такой, у них несколько мальчевое определение, потому что, ну, я сформулирую, вот когда я вам сформулировал, что такое метрика, я ввожу новое понятие, аксиом всего три штуки. Я привожу пример, сразу прозрачный, легко проверяемый, так сказать, что там удовлетворяет, не удовлетворяет, да? А здесь аксиом будет очень много, это же друг во аксиом, и, ну, и хорошо, даже если вы проверите, что оно удовлетворяет, все равно остается какое-то вот такое, какое-то сомнение. В этом гипотезическом примере, который я привел, если ваши конфигурации подходят под эти аксиомы, то как, почему они вещественные числа, в каком смысле, что неужели вот все, что я про них знаю, все, что я знаю про вещественные числа, у вас применимы в этой ситуации? Тут какой-то вот остается, значит, такой, некая недосказанность, связанная с тем, что, ну, вообще-то вы, грубо говоря, эти вещественные числа изучали 10 лет в школе, или 11, может быть, меньше, как раз. Наверное, некоторое время, в первые классы 4 вы исключительно натуральные числа изучали, поэтому меньше 10. И вы учились, так сказать, какими-то, так сказать, приемом работы с ними, боролись с какими-то формулами, то есть вы приобретали опыт работы с ними долго и упорно, в общем-то не очень формулируете аксиомы. Поэтому теперь, когда они сформулированы, вот как-то так, до конца точно сказать, почему же именно это надо назвать исчезными числами, не пропустили ли мы чего, это вообще содержательный вопрос, и долго надо разбираться, но мы, конечно, не будем. Ладно, хорошо, я начинаю формулировать эти аксиомы. Первая группа аксиом называется аксиома поля. Поля – это термин, это математический объект, некая евроическая структура, значит, это множество, в котором введены операции сложения и умножения, подчиняющиеся определенным законам. Ну, я так сразу определил. Ну, я определяю это как бы для множества R, поэтому я буду как бы сразу писать, что всякие отображения сопутствующие связаны именно с R. А в общей ситуации, если вы какое-то множество хотите назвать полем, вам букву R надо заменять, будет на какую-то другую. Значит, у вас есть множество, и вы вводите в нем две операции. Ну, их по традиции означают плюсик и точечка, как будто сложение и умножение. Ну, и вот что такое плюсик. Это такая операция, она бинарная, да, она берет в качестве документа два вещественных числа и выдает вам то же вещественное число. И мы, так сказать, пока не обсуждая, как именно она реализована, как это вещественное число вычисляется, по уровню обозначений говорим, что если была, значит, зафиксирована пара чиселых цифрик в физикартового произведения, то результат вычисления этой операции обозначается X плюс Y. Ну, а уж как это вычислить, как это в X плюс Y, так сказать, задать конкретно, само правило, этого пока плохо. Значит, это обозначение просто, да. И точно так же с точечкой. Значит, умножение, это тоже бинарная операция, когда есть пара X и Y, мы говорим, что она переводится в нечто, что обозначается X и Y. Только я единственное, что, может быть, буду тоже использовать соглашение из школы, что если я рядышком пишу буковки, то знак умножения, в общем-то, можно и не писать, потому что он там подразумевается. Давайте я поначалу напишу, но вообще я его буду пропускать. Ну, хорошо, вот, значит, если это произошло в регенерации заданной, то полученный множество называется полем, если выполнены следующие аксиомы, 9 штук. Ну, я их так быстренько перечислю. Значит, плюсик, первая аксиома, коммутативность сложения, на всякий случай термин, просто это так называется, значит, это аксиома, что A плюс B равно B плюс A, да? Для любых A и B вещественных A плюс B равно B плюс A. Давайте я буду более-менее квантеры пропускать, имею в виду, что они, как правило, все-таки квантеры всеобщности. Кроме тех случаев, когда я хочу сделать более аккуратную оговорку, тогда я их напишу. Значит, вторая аксиома сложения на ассоциативность. Неважно, в каком порядке складываете. Когда вы складываете три слагаемых, можно их складывать так, а можно сяк, а еще и переставлять, да? То есть все шесть вариантов, возьмите три слагаемых, произвольно расположите и считайте вот этим способом. Но меняем местами А, Б, С. И вот давайте поговорим, в чем следует, что у тебя одно и тоже будет. Третья аксиома. Существование нейтрального элемента. Ну, я ключевое слово так кучу. Нейтральный элемент по сложению. По сложению. Значит, это такое. Подтверждается, что существует такой специальный элемент. Обозначается по традиции ноликом. Ну, на шейк случае, пока временно будут толстым ноликом. Вот, давайте я напишу, что он лежит в множестве вещественных чисел. Он обладает свойством. Куда я его не прибавляю, результат не меняется. Для любого А. А плюс 0 равно А. И последнее аксиома сложения. Существование обратного элемента по сложению. Обратный элемент по сложению. У каждого элемента существует обратный. Для любого А. Существует такое Б. Что А плюс Б. Опять, я не пишу, откуда. Все из множества, естественно, в чисел Б. В нашем множестве находимся. Поэтому я так называю все некую краткость. Куантеры тут я как-то все-таки нетривиальные. Я их указываю, а для краткости не пропускаю какие-то детальки. Значит, А плюс Б равно 0. Замечательно. Теперь 4 аксиома сложения. Значит, 4 аналогичные аксиомы есть умножения. Значит, точечка 1. Утверждение, что АБ равно 2. А коммутативность умножения. Точечка 2. Тройные произведения. АБ помножить на С. А помножить на БС. Точечка 3. Существование нейтрального элемента по умножению. Но с некой оговоркой. Значит, существует нейтральный элемент по умножению. Я его единичкой пока временно толстую. И вот в этом месте. Такая защита от дурака. Ну, или от вырожденного случая. Эту единичку, она не равна нулю. Ну, а дальше, так сказать, поаналогично. Для любого А. Если А помножить на единицу. То есть, это будет А. И четвертое. Обратный элемент по умножению. Тоже там оговорочка, которая, на самом деле, ну, просто так содержать на этот раз. Для любого А не равного нулю. Существует В. Такое, что АБ равно 1. И последняя аксиома такая совместная. плюсик, точечка 1. Это дистрибутивность. Это как построить в скобке. А на Б плюс С. Равно АБ плюс АС. А мы когда говорили про всякие обменения крещений, стали с ключиками и точечами. Это означает, что у нас там был еще один дистрибутивность. Ну, чисел таких нет. Дистрибутивность. Так, хорошо. Итак, вот эти 9 аксиом. Структура, которая обладает такими свойствами, называется полем. Давайте я сразу примерчики приведу. Пример. Номер 1. Такой самый ленивый пример. Вот давайте возьмем. Нам обязательно в поле нужно иметь 0. И обязательно в поле нужно иметь 1. Оказывается, достаточно. В принципе, можно на этом остановиться. Вот из этих двух элементов можно построить поле. Я не буду это сделать. Ну, в смысле, чтобы оно превратилось в поле, нужно какую-то детальку. Догадаться, как складывать между собой. Ну, как прибавляют 0 к чему-нибудь, мы знаем. И как умножать на 1, мы знаем. Осталось догадаться, как умножать на 0. И как прибавлять. Ну, короче, вот восстановить остатки. Сколько будет 1 плюс 1, интересно. Еще вопрос, да? В общем, я это позволю себе пропустить. А вместо этого я давайте такой более насущный, может быть, пример. Я приведу какой-нибудь еще. Ну, допустим, ну, не знаю. Как бы я обозначить? Давайте так обозначим. З отстроечкой. Это множество. 0,1,2. Операции сложения и умножения я вам сейчас задам. Значит, плюсик 0,1,2, 0,1,2. 0 плюс что-то это. Что? 1 плюс 1 это 2. 2 плюс 1 это 0. 2 плюс 2 это 1. А умножение? Так, такая табличка, да? А табличка умножения задается от того же. Ну, в смысле, по тому же принципу умножения на 0. А, кстати, умножение на 0, знаете, тут ничего не говорится у всем. Но если вам нажать на 0, то получится 0. А вот этот, вот этот, вот этот, вот B. Все же знают, кто такой B. B это A умноженное на минус 1. Это вот некие теоремы. Некие теоремы, которые отсюда можно извлечь. Если бы мы играли в эту игру, мы бы извлекали. Или он, например, тут говорит, что существует 0. Я тут уже вам начал какие-то примеры строить. Ну, например, не говорится же, что это 0 единственное. Может, таких нулей 10 штук. Это тоже такая теорема. Не, на самом деле 0 единственное. А, кстати, а почему 0 единственное? Я пока дописываю таблицу умножения 1х1 на 1. А, умножение на 1, это мы знаем, что такое. А 2х2 это 1. Ну, вот, пожалуйста, вот вам таблица. Я задал операции. То, что при этом получается выполнение вот этих 9 аксиом, я позволю себе пропустить. Но по секрету, так сказать, скажу вам, что, в общем-то, это очевидно, да? Если мы смотрим на это множество, как-то на множество остатков помодруют 3. Если вы, так сказать, чуть-чуть обучены работать с остатками, то вы понимаете, что при сложении чисел остатков складываются надлежащим образом. И вот то, что я написал, это как раз правило сложения и умножения остатков. Так что, все в порядке. Вот, замечательно. Так, хорошо, давайте еще какой-нибудь примерчик приведем. Что у нас, какие еще у нас поля бывают? Ну, во-первых, у нас бывает прекрасное поле, с которым все прекрасно умеют работать. Это поле рациональных чисел. С обычным сложением и умножением. Там все это выполнено. И когда вы, так сказать, пишете какие-то формулы, в принципе, думать, что вы работаете с рациональными чиселами. Пока вам не пришлось решать квадратное уравнение, вполне как бы это работает. Так, чтобы еще такого предложить. Сейчас стоит сообразить. Ну, я потом еще какой-нибудь пример достану. А, ну, главный-то кандидат, конечно, это множество вещественных чисел. А еще бывает такой смешной кандидат. Ну, как, совершенно не смешной, абсолютно серьезный. Давайте возьмем R2 и введем в нем структуру поля. Скажем, что когда вы берете пару AB и складываете с парой CD, это сложение по координатам, да? A плюс C, B плюс D. А когда вы их перемножаете, то сложение такое задумчивое. Надо AC минус BD на первое место взять, а на второе, ну, оставшиеся два AD плюс BC. Вот эта штука становится полем. Ну, надо, естественно, так сказать, на всякий случай намекнуть, что ноликом толстым будет пара 0,0, а единицей толстой будет пара 1,0. И после этого, так сказать, замечания остается такое простое упражнение. Проверить, что для такого сложения умножения вот эта система ACSION выполнена. Ну, собственно, вот это называется комплексными числами. На самом-то деле, это локер. Вот, поэтому, как бы, тут... Правда, вот та легкость, с которой я тут привожу вам эти примеры, она такая несколько показная. То есть много разных примеров я могу вам привести. Ну, есть еще какие-то, так сказать, примеры полей, но после того, как несколько примеров приведено, кажется, что уже начинает уступать в какое-то однобразие, хотя полей этих уже много придумать. Вот, замечательно. Ура. Значит, итого. Получается, что я предложил к вам пять примеров, но я собираюсь дальше формулировать аксиомы. Видимо, если я потом буду продолжать эти аксиомы формулировать, эти примеры перестанут подходить. Ну, то есть, когда добавлю следующие аксиомы, видимо, тут вот в этом списке уцеляет только объект номер четыре. Зачем правильный точка 3 говорит, что единица не равна? А, я сказал не равна, извините, я написал равна. Да, не равна, это вы правильно говорите. Вы знаете, а иначе можно было бы еще одноэлементное поле предложить. Может быть, еще что-то запрещается? Я, честно говоря, не знаю. Так, это не наши мысли. Давайте, ладно, хорошо. Я, значит, собираюсь двигать в сторону следующих аксиом. Но, если что, может быть, один единственный комментарий. Вот вы в школе там кучи всяких алгебрических преобразований умеете делать, там скобочки всякие раскрывать, куда более мощные, чем сказано в аксиомы плюс точечка 1. Вот. Ну, может быть, вот одна замечательная тема. Давайте я скажу. А вообще вся школьная такая вот мушенерия работы со всякими формулами, так более-менее отсюда следует вот этим поддерживаться. Значит, я хочу сказать, как мы скобочки-то раскрываем. Допустим, вот у нас есть набор чисел А с индексом альфа. Альфа – это еще один набор Б с индексом бета. Бета бегает по множеству Б. Значит, А и Б – конечные множества. Есть конечный набор чисел А альфа и конечный набор чисел Б. Или можно назвать, что если так официально, то будет семейство чисел. Значит, вот аксиома плюс точечкой с легкостью поднимается на такой уровень. Вы можете сказать, что же будет, если мы перемножаем сумму всех ашек на сумму всех слагаем второго семейства. Как у нас устроено правило раскрытие скобок? Тут такая убогая ситуация. Один элемент умножается на скобочку из двух слагаемых. Как строится произведение? Мы знаем, как. Значит, в школе, вроде как, как вы, вас, должны были научить. Надо брать всевозможные слагаемые отсюда, всевозможные слагаемые отсюда, перемножать и все это такое суммировать. Это будет такое правило раскрытие скобок таких сложных. Его можно как-то вывести более-менее инвестиционно или еще как-то из вот этой аксиомы. Но я прямо сейчас не буду этого делать, собственно, ничего, опять же, мы не основанием математики занимаемся. Но сам результат я зафиксирую в такой забавной форме. То есть, получается, еще раз, вы должны суммировать, что берете какое-то а-альфа, умножаете на какое-нибудь слагаемое выборное, да? И перебираете вот эти всевозможные способы выбора этих вот со множителей, и все-все суммируете. Ну, так это тогда прекрасно записывается таким способом. Вы перебираете элементы декартового произведения, это есть всевозможные пары. И просто суммируете. Согласитесь. Это вот ровно тот самый способ раскрытия скобок, который мы все с вами прекрасно знаем. Хорошо. Так давайте я тогда, может быть, в качестве следствия раскрою скобочку. Раскрою скобочку, скобочку, раскрою. Значит, вот я рассмотрю такую сумму. Сумма. Если я буду считать, что у меня множество А и Б теперь, не просто конечные множества, а индексы от 1 до М, и тогда суммирование я могу писать в таком более традиционном виде, сумма там, и меняется от 1 до М. Ну, вот я так и напишу. Но в данном случае я как бы пишу некое точность, отталкиваясь от правой части. Значит, я перебираю пары И, Х, лежащие кикардовому произведению. Ну, вот не знаю, как сказать. Ну, давайте напишем так же. Принадлежит А крест Б. Значит, ну, я вот, скажем, пеамбулы. Пусть далее... Эти самые множества А и множества Б, это вот множество чисел от одного ДМ. То есть у меня есть анслагаемых. В одной сумме я анслагаемых в другой. И вот мне просто такое любопытство, я имею право спросить, а чему бы это была равна такая сумма? А и Т же КТ минус АКТ, А и Т. Ну, я тут еще на шейх случай одну вторую привешу, значит, для удобства, чтобы там потом получше получалось. Вот я сейчас хочу, значит, разобраться, что это за сумма. Пользуясь, так сказать, моими взглядами, вот на это раскрытие скобок. Но здесь квадрат, здесь не такая, так сказать, вид слагаемый не такой, как в том, что обсуждавшейся верхней строчке. Поэтому я скобочку-то раскрою, которая под знаком сумм, тогда получается одна вторая сумма. Значит, что там? квадрат первого А и Т квадрат, это КТ квадрат, вычесть 2А и Т. Давайте я их пересортирую. Здесь А и Т, В и Т, АКТ, ВКТ и плюс АКТ квадрат, ВТ квадрат. Так, вот такая штука. И это все суммируется. Суммирование конечное. Ну, так тогда, опять же, вот один из умножения в таком широком смысле говорит, что раз у нас тут огромное конечное семейство, да, то есть мы берем 3 слагаемых и конечное число таких троек выписываем, и все, все складываем. Ну, так это можно сложить, если вы суммируете сначала все первые слагаемые в каждой тройке, потом все вторые, потом все в третей. Я тогда так и сделаю. Я вот тут оставил профильчики, видите, схитрил. Я сюда вставлю вот эти же самые суммы. То есть у меня получается сумма по А крест Б первых слагаемых, сумма вторых и сумма третьих. Это просто я, так сказать, тренируюсь в применении аксиот. А теперь, вот, теперь то, что написано, я, пожалуй, вполне готов распознать. Значит, дело в том, что, ну, вот как по Декартову произведению суммируется, слагаемое зависит от, давайте еще раз напишу ИК, слагаемое зависит от первой координаты, слагаемое зависит от второй координаты. Это в чистом виде такой же вид, как сверху. Ну, единственное, что тут вот Альфа, а здесь у меня квадрат. Ну, и что? Значит, и тогда получается, что вот эта, значит, первая скобочка, она по принципу сформулированной раскладывается в произведение суммы. Ну, давайте я уже буду дальше писать сумму по И, принадлежащему А, в традиционном виде сумма по И от 1 до Н. Значит, А и Т в квадрате умножается на сумму по К от 1 до Н Б от КТ в квадрате. Это я написал вид первого из наших трех выражений. Второе выражение, оно тоже приобретает нужную структуру. Вот объект, зависящий от И. Вот объект, зависящий от К. Отличается, что это какое-то произведение. Значит, бочек 1-2 сократится. Значит, минус сумма по И от 1 до Н суммируется А, и Т, и Б, и Т. И это умножается в сумму по И от 1 до Н. А каждое Б, КТ. То, что я сейчас делаю, не то, чтобы это такая содержательная деятельность, это, ну, такое, скорее, просто вот набор достаточно простых действий, которые, ну, иллюстрируют обозначения, как лишний раз привлекают внимание, как мы такое высоту выражения обозначаем, как мы их преобразовываем в противо всего. Вот. И последнее слагаемое, значит, ну, что такое? Там аналогично все устроено, да? Значит, плюс 1-2 не забываем. Сумма по К от 1 до Н, АКТ квадрат. Сумма по И от 1 до Н, БИТ квадрат. Ну, тогда я вижу, что первое выражение отличается от последнего. Ну, только так, с минимальными отличиями, да? Вот. И это, что такое? Внутренняя переменная формула. Да? Вы пишете цикл, который суммирует. Внутренный цикл живет, счетчик этого цикла. Рубра, по идее, ну, так сказать, он недоступен. В этом смысле, это такая внутренняя переменная формула, как хочу, так называю. Вы даже, так сказать, знаете, что, чтобы, так сказать, не путать всяких пользователей, которые лезут куда не надо, значит, когда вы затеваете, как у меня будет, так сказать, программирование, и у вас там техническая сторона, куда пользователей здесь не надо. Обычно назначают эти переменные искрытые от пользователя какими-нибудь совершенно непечатными символами, чтобы, так сказать, случайное название, возникшее в голове человека, не привело бы к этому названию, да? Специально их портят, специально добавляют какие-то спецсимволы или что-то, значит, делают эту перемену реально недоступной тому, кто пользуется, так сказать, снаружи вашей программкой. Ну, хорошо, так в нашем случае, значит, получается, здесь эта переменная называется I, а здесь такая же сумма, только там зачем-то переменная называется K. Конечно, это одна и та же сумма. Складываются все I в квадрате, и здесь тоже все квадраты складываются, да? Так что первое и последнее выражение равны между собой, и мы получаем такую сокращенную версию последней строки, это значит, вот такая сумма I в квадрате на сумму B I в квадрате, ну, B K, так может быть, я не знаю. Сейчас уже как бы без разницы, можно это тоже было бы I в квадрате назвать, потому что буковки в разных суммированиях как бы не коррелируются, другом они не могут встретиться. Вот до того, кстати, встречались, а тут уже все, мы их разбили и уже не встретились. Ну, и вычесть вот это вот произведение сумм. Сумма I в квадрате, сумма KT в квадрате. О, готово. Хорошо. Это я вот упражнялся в применении всяких мутативностей, ассоциативностей, и больше не буду. На этом я, так сказать, ревизию, связанную со всякими арифметическими действиями с вещественными числами, закончу, давайте подиторим. Вот эта штука называется тоже на килограмм же. Раз уж мы это проделали, давайте мы дарим вещи своими именами. И, чтобы, так сказать, добро не пропадало, я тогда отсюда следствие получу. Мы, когда работаем с вещественными числами, мы же знаем, что у нас есть в вещественных числах не только всякие арифметические операции, но и другие всякие вещи, но прямо мы не равны, что писать. И поэтому, значит, вот можно сразу заметить, что выражение, с которым я начал, неотрицательно. Это сумма квадратных. Поэтому выражение в конце тоже неотрицательно. Ничего не поменялось, преобразование будет. Значит, вот то, что эта штуковина больше либо равна нуля, это сам по себе такой хороший вариант, хорошее знание, да? То есть, иными словами, это что такое? Тут ведь две одинаковые суммы написаны, да? Значит, я получаю такое соотношение. Сумма АИТ, БИТ в квадрате меньше либо равно сумму АИТ в квадрат на сумму БИТ, ну, БК в квадрате. Я получил такое неравенство. Если, так сказать, воспользоваться нашими вещественными знаниями, вот, например, в комплексных числах мы не можем писать неравенство. Квадрат комплексного числа может быть и отрицательным тоже. Собственно, так они были изобретены. В остатках вообще бред писать неравенство, потому что, ну, как это можно написать неравенство, да? В рациональных числах тоже можно. Получается, что вот в случае 3-4 мы получили некое утверждение, некое неравенство, которое на самом деле достойно собственного внимания. Оно называется неравенство, конечно, Бениковского. Ну, в западной традиции там еще упоминается имя Шварц. И поэтому сокращается оно обычно тремя буквами КБШ. Ну, Кашли мы еще встретим несколько теорем Кашли. Это, кстати, аналитик первого года XIX века, который многое сделал для формализации и, так сказать, построения основ анализа. То есть он навел порядок в том, как вот нужно начальник курса анализа преподавать, в смысле какие-то там четкие теоремы ты выстроил, некоторые из них на суток его имя. И то же самое в комплексном анализе сделал. Поэтому, как бы, вот это классик аналитик. Бениковский это, между прочим, ректор Санкт-Петербургского университета во второй половине XIX века, то есть это российский ученый. Но он, кажется, писал как раз интегральные неравенства, в основном, в отличие от Каши. Тут дело в том, что кроме сумматорных неравенств, аналогичные утверждения про интегралы тоже называются теми же самыми фамилиями. И вот, так сказать, разные авторы иногда какие-то оттенки видят, где надо поменять, вспоминать, где можно пропускать кого-то. Ноутруска и тратисты зафиксировалась в Каши-Бенковском. Так, хорошо. Ладно, все. Поехали дальше. Вторая группа аксиомов. Называется аксиомы порядка. Значит, это что за зверь такой? Ну, вот, говорят, что в X заданно отношение порядка. Вообще, в этом смысле термином является слово отношение. Он того же уровня, что и почти того же, что и наши словечки, из которых мы начали отображение. Множество. Что такое отношение? Мы что-то такое вот, как-то, селевообразим. И мы после этого получаем возможность по поводу каких-то пар объектов делать заявление, что между ними есть вот это отношение. Он уже взять двух людей и вот как-то что-то подумал. Говорю, о, да это же родственники. Вводим отношения родственников. Вот этих берем они не родственники, а этих берем, понимаете, они не родственники. Могут быть какие-то другие отношения. Там, не знаю, старший младший, да, больше-меньше, неравенство. Могут быть еще что-нибудь. Что это такое отношение? Ну, отношение, это, по-видимому, больше такое. Можно просто задать так, правда, это тяжеловесная трактовка. Значит, еще раз, по поводу каждой пары. А мы заводим нечто, что позволяет по поводу каждой пары элементов, ну, допустим, из данного множества, заявить. Да, по поводу них эта вот связь имеет места, либо по поводу них вот эта вот какая-то связь не имеет места. Как это задается? Ну, фактически, это просто подножество в декартном произведении. Отношение множества x, это подножество в x крест x. То есть вы берете такую табличку, условно говоря, да, элементы множества x перечисляете, и в клеточках этой таблицы, вот это элемент b, а это элемент а, ставите плюсик, если b и а находятся в этом отношении. Отношение может быть симметричным, если мы говорим слово родственника, наверное, это симметрично. А может быть, не симметричным, если мы говорим слово больше, b больше а, то мы не скажем в ту же информацию, что а больше b. Значит, плюсик мы ставим, когда отношение выполнено, ну, вот, значит, в остальных плюсах мы ничего не ставим, значит, оно не выполнено. Вот заполнить табличку любым способом, и вы построите несколько отношений. Хорошо. У нас не просто отношения, у нас отношения порядка. Отношение порядка, это значит, как бы мы пишем неравенство. То есть мы каким-то способом, вот, договорились, сравнивать существенные числа. Ну, я не буду задавать, так сказать, придавать смысл отдельно словам отношения порядка, я все вместе сразу с вещественными числами это, так сказать, вместе скреплю. Значит, итого, у нас имеются такие аксиомы, аксиомы порядка в вещественных чиселах. Значит, у нас там задано отношение, которое обозначается, давайте стартовым отношением будем называть, меньше либо равно. Ну, а, кстати, традиция, если вы заводите свое собственное неравенство, какое это, вот вы какие-то объекты начинаете сравнивать, то так или иначе рисуют значки какие-то похожие на вот это меньше либо равно, но обычно так слегка продеформировано, там значок меньше какой-нибудь вот такой, слегка искрепленный, благо сейчас это компьютер представляет массу возможностей, в шрифтах полно всяких таких вот штуковин, которые позволяют продеформировать значок, и написать похожие на неравенство, ну, или меньше либо равно будет записываться, ну, либо там, либо, может, вот так, ну, в общем, способ найдется, да? Так, хорошо, так вот, значит, это отношение задано, и имеют место такие аксиомы. Аксиомы номер один, но опять, там квантер, и всюду почти для любого будет, я это пропускаю, если что-нибудь в материальную среду, я это напишу. Значит, ну, здесь как-то без квантера утверждение пропадет. Значит, для любых xy можно утверждать, что x меньше либо равно y, или можно утверждать, что y меньше либо равно x. Еще раз, x меньше либо равно y – это некое утверждение. Его истинность как-то определяется вот тем, как вы задали отношение меньше либо равно. Смотрим, так сказать, свою табличку в Декартном произведении, если видим ключик, говорим, а, да, это истинно. Если не видим ключик, говорим, нет, это ложно. Так вот, из этих двух утверждений есть хотя бы одна ложно. Так, хорошо. Аксиомы номер два. Если x меньше либо равно y, y меньше либо равно z, то тогда обязательно x меньше либо равно z. То есть, если есть три элемента, и выполняются вот эти два, то тогда выполняется вот это. Как можно сказать, первое свойство? Первое свойство можно назвать, что это отношение полного порядка. Любые два элемента сравнения. Порядок позволяет сравнивать. Отношение может быть частично заданное. Ну, то есть, как бы вот мы пытаемся в комплексных числах, если задать отношение порядка, то мы перейдем к поводу, что все-таки нет, это невозможно. То есть, невозможно, так сказать, такое задать отношение, чтобы любые два были элемента сравнимы. То есть, какой-то частичный порядок вы видите, некоторые между собой научатся. Например, вы себе говорите, что одно число меньше другое, если оно меньше по модулю. Но при этом, то числа, которые между собой указались, равны по модулю, вы отказываетесь сравнивать. То есть, в тот момент, когда вы такое отношение строите, у вас окажется, что может так быть, что оба утверждения не верны. Вот они несравнимы. Никаким способом не таки. Проксиом один говорит, нет. Тут вся, любая пара сравнима. В любой паре есть либо одно меньше другого, либо другое меньше первого. Еще раз тут Машин сказал, что есть даже зазор, что может быть то и другое, но этот зазор мы сейчас убьем. Так что первое, это то, что порядок полный. А это прензитивность. Третье отношение, это то, что он только что пообещал. Соотношение, если оказались верны, что x не превосходит y, а y не превосходит x, то это означает, что x равно y. Не так. Вот так. Разноси. В частности, x меньше либо равно x, но с другой стороны, x меньше либо равно x, это как бы понятно, что из первых все равно. Так, хорошо. Это что касается, так сказать, свойств такого самого отношения в себе. Какими оно свойствами, независимо от других объектов, имеющихся в р, каким свойствам оно удовлетворяет. А следующие две акции привязывают отношение к арифметическим операциям. И всего две. Значит, если x меньше либо равно y, то тогда любого z x плюс z меньше либо равно y плюс z. Добавление к частям неравенства одного и того же слага они меняют неравенство. и аксиом опять. Это такая несколько минималистическая система аксиом. То есть, по идее, если бы мы строили, так сказать, исходя из удобства, может быть, мы бы еще несколько аксиом написали, чтобы потом легче выводить всякие свойства. Но мы не выводим свойства. То есть, свойства мы у вас обучили в школе, поэтому я вот в таком нехорошее положение привожу список. И как вы говорите, ну, я вам поверюсь, что то, что вы научились из школы, вот использует только это из этого списка. Последняя аксиома такая. Если перемножаются положительные числа, то это положительные. Ну, точнее, у нас пока не положительные, не отрицательные, да? Значит, если 0 меньше либо равно x, 0 меньше либо равно y, ну, видимо, 0 нарисовать толстеньким. То отсюда следует, что 0 меньше либо равен xy. Вот, готово. Вот, значит, это аксиома порядка. Значит, давайте сразу еще раз, значит, когда мы взяли группу аксиом номер 1, то объект сам по себе, удовлетворяющий аксиом номер 1, называется полем, да? Если мы берем группу аксиома первую и вторую, то объект, который удовлетворяет первую и другую, называется упорядоченное поле. Упорядоченное поле. Значит, когда вы строите какие попало отношения, в том числе пытаетесь создать отношения, связанные с неравенствами, можно легко получить какие-то штуки, так вот, неожиданно совершенно, да? рассмотрим примерчик, да, вот. Значит, вот у нас есть там школьники, которых мы сравниваем по успеваемости. Будем говорить, что один лучше другого, если по большинству оценок у него, по большинству предметов у него лучше оценок. Ну, если рассмотрим, допустим, только три предмета есть, да? Первый, второй и третий. Математика русский язык, что они пишут, например, да? И есть вот эти школьники. Там Вася, Петя, Маша. И пусть у них оценки такие, три, четыре, пять. Ну, с одной стороны, я сформулировал логичный принцип, но действительно, вот берем двух школьников, если у одного из них, у большинства предметов оценки лучше, то, наверное же, он учится лучше. Правильно? Ну, то есть, вот смотрим, допустим, на Петю и Васю. Петя лучше Васе по первому предмету и по второму. Немножко вот по третьему. По двум предметам Петя превосходит Васу. Кореш, Петя лучше учится. А Маша превосходит Петю по первому предмету и по третьему. То есть, Маша лучше Петю учится. мы начали с такого очень естественного отношения я четкое правило как вычислять истинность утверждения кто лучше это сказано посмотрите на предметы и если вы видите картину который наблюдал по большинству предметов оценки лучше то вы будете говорить что да вот этот ученик лучше того при этом могут оказаться ученики несравниваемых одинаковые оценки мы считаем что лучше тут не уместно если бы я определял так сказать лучше либо равно здесь нет никакого противоречия потому что по этому определению все три утверждения верны петя лучше вася и маша лучше пети но это не является транзитивность это очень и поле это просто попытка ввести какое-то отношение с неравенствами чем достаточно разумно и логично и кажется которая вдруг почему-то не удовлетворяет вот этому свойства а это свойство все-таки манира это как-то ожидаем да что если мы по цепочке идем каждый раз увеличивается то наверное то что в конце будет больше того что вначале вот оказывается вот здравый смысл тут он таки хрохи таит и получается что вот как как каждый человек лучше как какого-то другого и они так по цепочке образует такую интенсивную цепочку это между прочим сейчас модной темой стало да потому что такие штуки можно сделать не на абстрактных примерах с Васей Петти и Машей а на таких довольно забавных когда допустим мы играем в игру у меня есть коробка с кубиками кубики такие но только они такие нетрадиционно разметенные то есть вот кубик то обычно шестигранный но разметка не один два три четыре пять шесть а какая-то другая там некоторые числа могут повторяться два два три три там пять ну неважно у меня целая коробка я к вам прихожу и говорю ну давайте сыграем значит играем так вы берете кубик из коробки я беру кубик из коробки оба кидаем если у меня больше чем у вас то вы мне даете рубль а если у меня больше чем у вас я вам даю рубль но мы кидаем в коробке или тысячу или 100 миллионов как раз но при этом все для вас вот коробку пожалуйста берите первым то есть выбирайте самый лучший кубик я беру вторый фокус том что можно сделать вот такую штуку у каждого для каждого кубика есть более хороший такой более хороший но который в большем количестве случаев будет давать преимущество да то есть значит вы рассматриваете все возможные броски двух кубиков сочетание пар равновероятные если мы честно играем так сказать кубики честные и тогда получается что тех пар при которых вы мне платите оказывается больше тем те партии которых я вам плачу то есть если мы там миллион раз кинем то это более-менее то есть стабилизируется наши вероятности успехов будет похоже диктоваться вот этим соотношением значит отношение того сколько у меня побед и в общем я вас обыграю таким способом при том что игра кажется выгодной для того кому это предлагают да почему мы отмениваем количество комплексных если например мощность комплексных и вещественных инако то есть мы можем диекцию сделать и если мы вот такое отношение делаем то есть две точки комплексных мы соотнесем с точками которые будут вещественны и на них такие отношения конечно это будет отношение порядка на множестве комплексных чисел полного порядка но она не будет согласована с архитектической структурой но не будет у нас а а я уже поделился с вами этой таблички которую я завел вопрос правильно это вопрос извините я ладно я не буду терять на этот вопрос я вам сказочку я вот туда в список цитированных литературы я вам выложу сказку которая правда не совсем про то что вы спрашиваете но так более-менее об этом мне объясняется почему на потомской системе ценности не может быть адекватно промоделирована да именно если вы взяли отношение порядка в R с C то вы не можете построить такую объекцию C и R при котором поведенный вами в C порядок превращается в порядок вот здесь это не буквально то что вы спрашиваете но довольно близко к тому да значит вы меня наоборот спрашиваете вы возьмете R пересадите порядок в C и и вот как же там не будет так сказать сохраняться альтметическая структура а я иду наоборот вы взяли полный порядок в C и тогда при попытке пересадить этой объекции в R у вас произойдет так сказать что-то такое нарушится вот в R это не будет то отношение порядка которое мы к это привыкли вот здесь я не забуду но я надеюсь еще не забуду так хорошо и а да так вот значит как только у нас появилось порядочное поле значит что тут с нашими кандидатами ну вот по-видимому кандидат номер один с ним стоит попрощаться потому что ну вот нам говорят что любые два элемента сравнимы поэтому этот 0 их всего тут 2 наверное они между собой сравнимы ну например наверное видимо 0 меньше либо равен 1 видимо можно попробовать такой случай разобрать но тогда аксиома 4 говорит а давайте это прибавим к обеим частям 1 мы с вами не обсуждали таблицу сложения но если вы прибавите к обеим частям 1 1 плюс 0 это 1 а 1 плюс 1 все таки вы знаете это 0 иначе у вас поле не получится потому что на самом деле это остатки 0 и 2 вот и вы придете тут же к противоречившему неравенству 1 ничем равно 0 ну противоречившему потому что по аксиоме 3 это означает что 1 равно 0 это у нас запрещено поэтому значит вот если я ввожу порядочное поле то пример номер 1 мы с ним прощаемся пример номер 2 мы с ним тоже прощаемся по каким-то похожим причинам можете сами изобрести почему и на самом деле с примером номер 5 прощаемся это примерно ваш вопрос почему мы с ним прощаемся прощаемся значит в комплексных числах мне удается завести полный порядок вот соответственно такими аксиомами ну тогда у нас что-то запар какой-то маленький стал по этому поводу я тогда добавлю пример какой там 6 пример номер 6 давайте я добавлю например номер 6 будет еще одно поле содержать такое не самое как бы так сказать популярное в народе я его обозначу так тоже как я такой рукописный что-либо вот красиво значит что это такое это множество вещественных рациональных функций ну вот короткое описание такое поясняю значит что такое рациональная функция рациональная функция это частная нуб многочлена так хорошо значит я беру значит частный нуб многочлена и рассматриваю такие функции всевозможные в знаменателе должен быть не тождественного нулевого многочлена чтобы говорить про частных то есть вот кодекс может быть многочлен первой степени например константы но не может быть чистым нулевым тогда дробь как бы некорректно за а и когда я работаю с такими дробями я буду складывать и умножать их по обычным вашим привычным вам правилам действий берете и прибавляете вторую там приводить к общему знаменателю получили частное нуб многочлена желаете перемножить берете перемножаете получаете частное в числителе произведение знаменатель а произведение знаменная света то есть это как бы не проблема как считать обратный элемент мы перевернули дробь перевернули тут и есть тонкость одна Которая требует внимания А я беру x квадрат минус 1 на x минус 1 Вот такой многочлен Или вот такой многочлен x плюс 1 делить на 1 Спрашивается это как Это одно и то же Ну так в общем кажется Что более-менее надо бы это считать одним и тем же Правильно? Потому что Ну что там сократили на x минус 1 С другой стороны по формальным причинам Ну вот эта функция всюду заодно А у этой пожалуй все же единицу надо как-то выкинуть Из области определения Ну или как-то тогда хитро договариваться о том Что вы считаете областью определения в этих функций Правильно? Я не могу автоматически сказать Давайте будем считать что Точка входит в областью определения Ну то есть могу, но тогда это там какое-то хитрое правило будет Если одновременно числитель и знаменатель Обращается в ноль, то Ну и дальше это так просто все равно не получится Это я как бы подразумеваю, что я что-то сокращаю До упора сократиться, не до упора Кратность нуля надо учитывать В общем дешевле будет считать Выкинуть из области определения единицу Если выкинуть из области определения единицу То получается что это разные функции Мы с вами обсуждали Функции это тройка У них разные области определения Значит это разные функции Вот по модулю такого сорта Кануистических придирок Получается что тут надо бы еще что-то такое уточнить И это уточнение давайте такое сделаем Будем считать что две дроби П от х делить на ко от х И допустим еще одна Ну там как П один делить на ко от х Задают одну и ту же функцию Если просто они совпадают при больших х Мы говорим что две функции Ну на самом деле это хитрая получается вещь Я как бы такую факторизацию произвожу То есть я как бы объявляю Что некоторые дроби визуально выглядят разными Но задают один и тот же объект Я хочу так сказать рассматривать множество рациональных функций Вот которые не замечают вот такого различия В том как именно записывается рациональная функция Это такая операция называется Факторизация по отношению эквивалентности Вы объявляете две дроби эквивалентными Ну я их просто сейчас равными обозвал Сейчас я не договорил когда они равны И после того как вы какие-то объекты объявили равными Вы говорите ну вот они тут все Сразу много этих объектов Мы обязаны как-то считать равными Давайте вот будем считать их одним объектом Целую группу, целый класс одинаковых или эквивалентных объектов Вы как бы объявляете одним элементом Вашего вот этого будущего множества Целый класс объявили одним элементом Это называется факторизация по отношению к эквивалентности Ну пока у нас это не встретилось Я не хочу об этом думать Но как я сначала должен здесь это предупредить Поэтому вот значит и того Я считаю две дроби равными Что они задают одну и ту же функцию Если просто они совпадают при больших x Если существует число r Такое что при всех x больше r Вот это равно этому То я считаю что дроби задают одну и ту же функцию Ну за кадром стоит какая-то алгебра не очень сложная Связанная с общей теорией Как там многочлены раскладываются на множители и тому подобное Которая говорит о том, что ну это вот действительно бывает Соотношение, когда тут вот есть какие-то множители, которые можно сократить Если вы сократите, то то, что останется будет и в одном и другом случае Так сказать, одной и той же дробью Других вариантов не могут быть абсолютно разные и не имеющие друг друга отношения Формально образовывать две дроби, для которых это будет нравиться Ну потому что это в конце концов вы же можете рассматривать себя как уравнение И каким это способом получится Что вот две эти дроби оказались при всех больших x равны Вообще на бесконечном множестве равны Ну вы там начинаете переписывать В какой-то момент многочлены должны полностью сократиться Потому что если в этом уравнении остался хоть какой-то несокращенный многочлен Когда вы его решаете относительно x А вы не получите бесконечное множество решений Должно получиться тоже если нулевый многочлен Ну вот тут как-то так Значит тут стоит какая-то алгебра, которая требует разбирательства Которые говорят, что все это корректно Я позволю себе так отмахнуться Вот этого Итого, значит вот я ввожу рациональные функции считая их Дефект записи бывает, дроби мы записываем Вот там, ну к сожалению, за счет сокращения или чего-то может оказаться, что это не совсем хорошо Вот я ввел такое правило, что я считаю одинаковые функции, но что разные Это не помешает мне складывать Если я буду складывать две функции Взяв в качестве такую дробь и еще что-то А потом скажу мнение, а у нас же на самом деле это равно это, давайте лучше вон те сложим То значит при попытке складывать разных представителей одной функции Вы всегда будете получать один и тот же ответ Это опять же вот, нужно с этим разбираться В общем я верю, что это преодолимо И если это так, то вот получается, что наш цель становится полем Оно становится полем, потому что я вам объяснил, как устроены операции Ваш опыт работы с ответственными терапиями Не оставляет сомнений, что те 9 аксемы выполнены Значит это поле Ну и мне тогда, я раз хочу это сложить в этот контекст Я хочу превратить в упорядоченное поле Давайте будем говорить, что значит, что функция f меньше функции g g большая, f маленькая, ну они вещества назначены Вот по идее мне нужно выполнение более-менее просто вот этого неравенства Но с оговорочкой, которая была выше Значит f меньше либо равна g Если существует вот так же r больше Ну какое-то вещественное Все у меня с буквой r Ну ладно Давайте маленько Если существует число r такое, что при всех x больше h f от x меньше g от x Меньше равно g от x Ну если f от x меньше либо равно g от x А g от x меньше либо равно f от x Начиная с некоторого места они просто совпадают И по моему определению они равны Так что как бы вот например аксема 3 автоматически выполнена А то, что любые для функции сравнимы Ну как это более-менее и так все знают Ну вот вы начинаете решать неравенство Да, вот оно написано Начинаете там умножать на знаменатель Преобразовывать Ну в конце концов вот такой полиномиальный А неравенство Оно сведется к неравенству типа какой-то полином Там больше равно нулю Ну и вы нарисуете там эту волну Связанную с корнями И установите, что да Одно из двух либо при больших x Он действительно больше равен нуля Это все верно Либо начинается какое-то место Он становится отрицательным Ну и тогда верно противоположное Значит будет неравенство наоборот Записано Вот как-то так все устраивано Поэтому значит вот Вот эти все введенные аксемы Они действительно приводят к тому Что для вот такого отношения порядка Красивое Красивое Оно действительно является полем Оно является порядочным полем Оно является порядочным полем Каким-то чудовищным Оно будет очень большое По сравнению с ЦР и даже с ЦР Да? Создавать многочлены Это что-то такое очень многопараметрическое То есть это так визуально Существенно кортиру Существенно больше чем маль То есть До определенной степени это иллюзия Но тем не менее Ага, хорошо Ладно Значит и того вот наш зоопарк Теперь содержит трех персонажей А остальные пока нас покинули В смысле все Они уже, так сказать, не выдержали тестовую порядочность Так Ладно Чтобы добро не пропадало Давайте договоримся Что мы в любом порядочном поле В частности, например, работаем в этом Тоже Мы можем завести тогда стандартные обозначения Связанные с тем, как мы привыкли их использовать в F Просто на этот случай Во-первых, мы можем писать значок Когда у нас A меньше либо равно B Мы это же самое часто записываем как B больше либо равно A Это, так сказать, симметричная форма Когда неравенство пишется наоборот Это эквивалентная вещь Просто обозначение значка больше равно Можете писать так, если почему-то вам хочется больше упоминать первым Так Дальше мы часто пишем просто значок без равенства Это что значит? Ну это значит, ну, меньше либо равно, но без равенства Это означает, что A меньше либо равно B и при этом A не равно B Сравнение величин не требует ничего Сравнение величин это такая вещь, которая, значит, всегда задана Не требует никаких специальных инструментов Так Значит, тем самым мы можем писать вот неравенства такие привычные нам С значками меньше, больше, меньше, равно, больше, равно Ну и кроме того, мы тогда можем, так сказать, в упорядоченном поле Договориться о том, что мы можем там рассматривать промежутки Мы можем говорить, давайте это назовем отрезком A, B Значит, множество таких X вот из вашего поля, для которых A меньше либо равно X меньше либо равно B Ну, готово вот отрезать А можем взять полуоткрытый интервал, как это, да? Значит, A включается, B не включается Что изменится в этом определении? Ну, изменится только одно из неравенства Оно перестанет быть нестрогим Будет меньше B Ну и так далее Можно определить интервал, когда A не включается, B включается И можно интервал A, B Значит, вот такие множества называются промежутками Ну, первое из них обычно называют отрезком А последнее обычно называют интервалом Ну, общее ключевое слово промежуток Полуоткрытый промежуток относится к предыдущим, к другим средним В общем, как-то это, как бы, желающий передать эту мысль Как-то, значит, те, кого беспокоят границы, они найдут подходящее средство выразительности Если это нужно произносить, а не печатать А с другой стороны, иногда не очень важно нам устроить любой промежуток Без относительно того, как там концы входят, не входят По этому поводу тоже вводится обозначение Значит, давайте договоримся, что если у нас эти промежутки По поводу которого мы не волнуемся, как там концевые точки входят, не входят Нас устраивает любой вариант Давайте его обозначать угловатыми скобками, значит, угловыми А b, угловые скобки, это любой из четырех промежуток Замечательно То есть, пожалуйста, вот в множестве этих функций, если зачем-то вам надо, вы можете, пожалуйста, промежутки строить Все, 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 так сказать, фиксировано Хорошо, так Что еще тут можно сказать? Давайте еще один промежуток заведем Тоже, опять же, к любому из порядочных полей можно еще добавить такой промежуток Дополнительное соглашение Давайте скажем, что промежуток от а до плюс бесконечности Информативный здесь только один символ а Все остальное, это, так сказать, скобочки, запятые, какие-то иероглижи Это все как бы просто оттураж украшения Значит, что это такое? Это множество таких иксов, для которых а меньше бронуса Отсутствует верхняя граница Ну, а аналогично, если вы хотите Тут всегда около бесконечности ставится открытая скобочка А слева, слева можно круглую Тогда тут не строгий знак Ну, тогда загадка А вот это что такое? От минус бесконечности до плюс бесконечности? Это будет весь, все множество, все поле, в котором мы работаем Ну, если мы работаем в R, то R Если R красивый, то R красивый Это все наше поле Так, прекрасно Ладно, значит, заведи И тогда давайте последний сюжет Уже, так сказать, связанный с потребностями в вещественном анализе Давайте договоримся Я, пожалуй, беру Вот про R напоминал, что висит То, что у меня еще есть множество вещественных чисел Иррациональные В моем зоопарке примеров я это помню Не буду здесь ими занимать место Значит, давайте еще договоримся, что мы дополнительно для вещественных чисел Для множества R Вот это толстенькое Значит, вводим новый объект Под названием Обозначается R с черточкой Называется расширенное множество вещественных чисел Расширенное множество вещественных чисел Значит, это обозначение и название А задается оно очень просто Это вы берете множество вещественных чисел И добавляете к нему еще два объекта Один обозначается минус-бесконечность, другой плюс-бесконечность Просто обозначение То есть еще два элемента Один бесконечно большой, так сказать Один бесконечно большой Слова бесконечно большой и бесконечно маленькие не имеют никакого смысла Они создают интуитивное представление Просто, но как бы Официальным смыслом не назначаются Ну и давайте в этом множестве, так сказать Введем поддержку тех структур, которые мы уже завели в R В R мы уже завели структуру порядочного поля Значит, давайте договоримся, что для любого вещественного А Верно, что минус-бесконечность меньше А меньше плюс-бесконечность Это я говорю в поддержку отношения порядка Бесконечность можно и меньше либо равно писать Но просто бесконечный элемент не совпадает с бесконечным Поэтому я могу здесь написать меньше либо равно Но при этом неравенство тоже имеет место Потому что формально минус-бесконечность это новый элемент Который раньше не было Это, значит, и того, поддержка отношения порядка Ну и операции арифметические тоже давайте заведем Значит, плюсик Я рисую такую таблицу сложения в R с чертой Надо научиться складывать Считать суммы, в которых фигурирует значок бесконечности Значит, давайте так условно говоря Конечное число А Плюс-бесконечность Минус-бесконечность Мы прибавляем конечное число B Плюс-бесконечность Минус-бесконечность Такая таблица сложения Ну и заполняем Ну, когда А и B складываете Это старое значение суммы Все знают Когда вы бесконечность складываете с конечным числом Получается вот ровно та самая бесконечность Такой поглощающий элемент Есть нейтральный посложение Вы его добавляете Ничего не меняется А есть такой поглощающий Вы к нему что-то добавляете И он не меняется Он все поглощает, так сказать Если вы складываете две одноименные бесконечности Получается Плюс-бесконечность Все, что я говорю Это определение Это я так определяю операцию Вот у меня осталось две клеточки Значит, когда вы складываете бесконечности разных знаков То я ничего не определяю А точнее вы видите бесконечность Возь бесконечности Так плюс-бесконечности Чего бесконечности? Минус-бесконечности Плюс-минус-бесконечности О, да, нет, это конечно Это я пока составлял следующую фразу Я уже, спасибо, да Не справился с помехами Грустный смайлик говорит, что тут результат не определен В этом смысле я вам расширяю множество вещественных чисел Я ввожу в нем вроде бы арифметическую структуру Но это я не получу поле Хотя бы по той причине, что не все операции заданы То есть я вот вам сказал, что значение ключика считаем вот так Но этот ключик задан не везде И умножение Давайте сейчас так, что таблицу умножения На всякий случай Значит, давайте я буду умножать на число а больше нуля Возможно захочется на ноль домножить Плюс-бесконечность, минус-бесконечность А умножать, чтобы... Ну еще раз, на конечные величины мы умножать умеем Умножение мыслится коммутативным Поэтому я такую таблицу чуть поуже Значит, я буду считать, что один из со множителя это бесконечность А другой, ну вот то, что перечислено Что бывает, когда я меньше нуля, сами догадаетесь То есть если положительное число умножается на бесконечность Получается бесконечность того же знака Если бесконечности перемножаются То получаются бесконечности А знак получается перемножением знаков То есть плюс-бесконечность на минус-бесконечность Это минус-бесконечность Минус на плюс это минус-бесконечность А минус на минус это плюс-бесконечность Я вот был очень удивлен Мне попалась в руки статья Есть математик 2-го года 19-го века Сильвест бралист они такие вот как бы не на поверхности не как он по и стремит то есть замечательный инвестор который вот они даже сейчас становятся более известными с тем что почему-то вот математику будет такую сторону где он что-то сделал нашим с вами случае в общем курсе оставил следы под названием критерий сельвестра это когда изучают задачу не экстремум нескольких переменных там смотрят на дифференциал и вот нужно выяснять является ли эта штука положить на определенную галактическую форму научил народ как можно по простенькому проверить интересующихся вопросы так вот этот сельвестр он пишет какую-то статью мне какие-то интегралы сложные технические формулы и в какой-то момент у него там есть натуральная ответ зависит от н и ответ зависит от н вы бы написали в этом месте где пишет сельвестр пишет формула в которой пишет минус в степени ну и после этого там какие-то суммы интегралы то есть формула выглядит абсолютно современно потому что 19 век все обозначение тоже зафиксировано если вы будете читать там кого-то там или пишет так что вы там не соберете математики вы будете уникать все много значений а это уже старая комната 19 и вот он единственный современный значок это минус в степени м сельвестра нельзя сказать что он был неграмотный математика экстра класса в то время понимаете плюс на минус будет минус так и думали что мы знаки перемножаем минус перемножают сам до себя мин раз мы сейчас говорим нет минус это можете минус один количество на эту штуку записывал то что вместе где в чем-то это и изящнее так сказать записывать просто знак степени такая есть такая наивная вот я вот только что сформулировал правило знаков именно так знаки перемножаются знаки перемножаются отдельно а значок бесконечности перерисовывается вот значит что касается произведения 0 и бесконечности ну я его не определю но тут по крайней мере есть какие-то шансы значит официально произведение нуля и бесконечности объявляется незаданным а неформально говоря бывают часто ситуации когда эту штуку удается истолковать немножко зависит от того что это за ситуация но часто это просто как 0 истолковывается потому что бесконечность обычно все-таки понимается как значок который появится в результате вычисления каких-то предельных переходов а если в этой же формуле 0 фигурирует как явное выражение 0 то перемножение тогда явно даст ноль потому что здесь вы две величины одна равна нулю а другая равна какого числа который стремится к бесконечности произведения при каждом а равном нулю при каждом конечно в общем вот эта штука она может какой-то ревизии быть еще подвергнута но так вот на уровне стартово определение из общих соображений нет не определено готова значит это просто заготовка на будущее я если что теперь могу писать какие-то физические выражения с бесконечностями делите все надо бы на бесконечность научиться так как правило конечно если делим на бесконечность наверняка же 0 получим ну я давайте пропущу для первого чтения пока достаточно хорошо поехали дальше следующая группа аксиом аксиом архимеда вот изобрели древние грехи они считается что я изобрел ну они нам вся по именам называли если нужно было добавить по точнее указывали местность откуда они вот более-менее так сказать считается что следы аксиом архимеда прослеживаются у индокс так минус 408-й минус 355-й годы а архимед это заметно позже минус 208 7 минус 1012 древние грехи они же были такие вот бодрые ребята много все умели например они умели считать объем конус если вы считаете объем тетраэдра похожая фигурка то что такое тетраэдра значит считаете площадь основания считаете высоту 1 3 площадь основания на высоту конусом так сказать идеологически похожим и то что там 1 3 площади основания на высоту тоже это как-то логика против этого как бы возражает и кажется естественным но конечно это не доказательство а как же спрашивается тогда вычитать объем оказывается так тетраэдр можно как-то договориться перестраивать как-то его достроить достроить до параллепипеда каким-то способом создать что как-то тут можно вернуться немного гранику на более сложная фигура при том что очень наглядно и такая вполне естественно поэтому как же как считать объем конусу возникает идея видимо видимо разрезать его на локтике ну а когда вы отдельный ломтик имеете он с хорошей точностью моделируется цилиндриком таким или таким то есть либо объявляющим либо внутренним ну и соответственно если вы там не знаешь постоянным шагом аж режете и пишете вместо конусов объемы цилиндра что вы получите цилиндрическую ступенчатую фигуру такая как детская граника да с такими дисками которые содержат в себе этот конус и цилиндрическую ступенчатую фигуру которая содержится в этом конусе вы можете посчитать эти суммы они не бухать какие там значит здесь все управляется высота управляется альфметической пробежь и шагом аж функции получаски или простецки можно вычислить тот и другой и убедиться что по мере того как это n стремится к бесконечности если шаг 1 мт эти две весны приближаются друг к другу ну а их докс не делал предельного перехода как-то это муть какая-то с точки зрения что такое стремится бесконечности он говорил вот мы можем это сделать при всех n и настоящий объем конуса он лежит между всякой суммой объемов которые я вычислил вот этим способом объемующих фигур и больше либо равен любой из объемлемых фигур тех которые по внутренним цилиндрах посчитаны вот у нас есть коллекция сумм которые значит вот эти ступенчатые фигурки посчитывает объем ступенчатых фигурок завышая объем конуса есть коллекция сумм которые занижают настоящий объем конуса где-то посередине между ними вот всего одно число и поэтому как бы вот это есть объем конуса и вылезает вот эта формула конуса в которой предельный переход спрятан за рассуждение что вот мы сбили так сказать между какими-то сближающимися количествами всего одно вещественное число в этом месте так сказать Евдокс чувствует что у нее не хватает аргументации почему там только одно вещественное число почему если у вас есть числа вида 1 венте и числа минус 1 это кстати рассуждение которое Евдокс не мог произвести потому что он не знал что такое 0 и есть вот такие числа и такие значит вы рассматриваете коллекцию чисел А это числа вида 1 венте коллекцию чисел Б это числа вида 1 венте еще раз вот А вот вы да и он бегает по натуральным числам и вы интересуетесь нет ли у нас такого числа x которое зажато между любыми числами из первого множества и второго ну есть такое мы знаем но мы его угадываем и вот смотрите ну точно так же Евдокс угадал значит у него такие суммы такие мы говорим вот смотрите одна треть больше основания на высоту это единственное число которое зажато между этим и этим но возникает может там еще одно есть только оно не угадывается так легко потому что он более хитрое мы приходим уже к детализации такой вот это уже вопрос не столько на вознюст не равен с нами какое-то обоснование истинности связанное с нашими пониманиями такое неравенство правильное какое неравенство сколько уже вопрос про устройство вещественных чисел а может ли вообще так быть, что с множеством вещественных чисел есть еще одно число, которое попадает в зазор между такими и такими мы выходим на уровень таких вопросов правда, кажется, в результате того, как я на него вышел я, кажется, попал скорее в следующую теорему но в этом месте они просто какие-то достаточно ростные значит, из-за того, значит, аксиома Архимеда она, так сказать, звучит следующим образом значит, если у вас есть, сама эта аксиома говорит, что если у вас есть положительные вещественные числа то обязательно найдется натуральное число n такое, что nx больше, чем y nx, вы можете считать, что вы множество натуральных чисел погружаете множество вещественных чисел, считая, что единица у вас есть тогда двоечка это 1 плюс 1, троечка это 1 плюс 1 плюс 1 дальше, и натуральные числа становятся вещественными а можете не погружать множество вещественных чисел а считать, что это просто сумма x плюс x плюс и так далее плюс x взятые на раз такое совершенно детское понимание, что такое умножить одно число на n вот аксиом выражает это то есть так, говоря на наивном языке вот у нас в начале карнат сидит лягушонок вот у нас в точке y начинается лужа лягушонок умеет прыгать с шагом x архитмен говорит, что допрыгнет подождите немножко, он допрыгает до этой лужи и прыгнет с этим вот в чем-то, кстати, аксиома спрашивается ну извините, это что такое вообще что тут всерьез является поводом для убеждения где тут серьезность этой аксиомы что она нам сообщает такого, что у нее не кажется она нам сообщает такую вещь она говорит, оказывается у нас не бывает бесконечно больших вещественных чисел то есть не может быть картинка вот мы рисуем слово ось мы почему верим в то, что лягушонок допрыгает? ну потому что мы с детства привыкли рисовать что нам рисуют числа 0, 1, 2, 3 и так далее и они так туда до бесконечности идут ну а лягушонок прыгает фактически по похожей картинке вот x, 2x, 3x, 4x вот эти луфейские ну и конечно они туда до бесконечности идут и он уже в это попадет кстати, может быть, надо отметить, что следствие у любого y больше 0 существует натуральное число n, которое больше y ну это я просто взял x равна единице в этой записи так вот, давайте представим себе гипотетически, что числовая ось нарисована неверно она не такая, на самом деле она так выглядит есть некий такой вот барьерчик и правильно рисовать числовую ось вот так значит, вот 0, 1, 2, 3 надо шажки делать слегка уменьшающиеся а по мере того, как вы приближаетесь к этому барьеру все более и более уменьшающиеся так что в результате вы рисуете это множество натуральных чисел и оно все окажется изображенным, так сказать, левее барьером когда вы нарисовали очередное визуальное число сместитесь, ну совсем-совсем чуть-чуть чтобы вы все-таки не достичь до этого барьера например, можете считать, что вы понимаете, просто считаете расстояние до барьера барьера, просто какая-то точка, я ее так выделил чтобы она визуально присутствовала, как такая стенка берите половину расстояния и значит, когда вы, вот барьерная точка, вот очередное n где построить число n плюс 1 ну возьмите, отсчитайте половину расстояния вот посередине построить n плюс 1 отсчитайте половину расстояния, посередине построить n плюс 2 это я к вопросу о том, как это, как бы, правило рисовать как это вот задать, да, чтобы все множество натуральных чисел оказалось левее барьера ну так вот, значит, что это я такое нарисовал это вот такой прогрессивный способ нарисовать числовую ось он немножко неудобен потому что на обычной числовой оси мы ее так рисуем что у нас еще, так сказать, сложение хорошо в эту структуру вписывается, оно такое векторное, мы приводим что-то к двум, прибавляем три, вы как вектор отложите, значит, вот этот отсюда, и вы получите сумму пять. Такой вот равномерный масштаб позволяет еще, так сказать, вот дополнительные какие-то бонусы от взгляда на вещественнуюность. Ну и что? Да, позволяет. В этом масштабе сложение так вот не отслеживается. Ну, человечество используется для разных задач, разные вещи. Есть логарифмический масштаб, когда, неожиданно, вы начинаете откладывать какие-то данные, и каждый сливший отрезок, это просто не добавление единички, а умножение на десять, да, то есть засечки стоят равномерно, но числа, которыми помечены, это как бы экспоненты. Один, десять, сто, тысяч и так далее. Для каких-то задач это удобный масштаб. А здесь вот, пожалуйста, рисунок числовой оси. Почему это не так? Вопрос. В конце концов, что мы знаем? Ну, из вещественных чисел есть операции, но они там будут операцией как-то задаваться. Сложение и умножение. Есть отношение порядка. Вот, пожалуйста, я вам описал примерный вид. То есть, вот есть такие числа натуральные, потом есть совсем большие, которые крупнее всех натуральных. Где тут противоречия? Нет тут никакого противоречия. По крайней мере, когда люди всерьез задумались, а как это, так сказать, вот можно так действительно нагло проигнорировать эту аксиому, они изобрели вещь, которая называется нестандартная масса, в котором, значит, они рассматривают наши вещественные чисел, к которому добавлены всевозможные бесконечно большие элементы, пришлось добавить бесконечно малые. В общем, ну, это аккуратно аксиматизированная, это современная теория, и там, не знаю, 50 лет. Вот. Называется нестандартная масса. Ну, в какой-то момент в нем доказали теорему, что любая теорема в этой теории выводима средствами стандартного анализа, после чего теория закрылась, в смысле, ну, интересная точка зрения, забавно, что там можно какие-то вещи формулировать, вместо слов «предел» там можно говорить, вот, значит, понимаете, по-другому произносить эти вещи все, да. Ну, тем самым мы, получается, ее даже и никак не задеваем, но желающим могут поинтересоваться, да. Так вот, значит, не получится никакого противоречия. Естественное, что вот мешает нам рисовать эту картинку, это, оказывается, аксима Архимедра. Он говорит, не-не-не. Вот следствие, которое я написал, говорит, что вот это невозможно. Если вы наметили какое-то число Y в качестве барьера, существует N в зависимости барьера. Существует N больше Y. Больше, значит, на моей картинке правил. Вот. Прекрасно. Значит, итого у нас появилась еще одна аксиома. Ну, эта аксиома, она, знаете ли, убивает нам вот этого, значит, кандидата на роль вещественных чисел. Пример номер 6. Потому что, вот неверно то, что тут было написано в качестве следствия. В этом множестве R красивое. Неверно, что для любого Y существует N такое, что N больше Y. Ну, вот если N понимать, значит, натуральное число как 1 плюс 1 плюс 1. Значит, в множестве R красиво для любого натурального числа сумма 1 плюс 1 плюс и так далее плюс 1, где взято N слагаемых, меньше, чем X. Функция F от X, равно X делить на 1. А слева стоит число N, понимаемое как функция, которая каждому X ставит соответствие вот этой самой X. Ну, это тоже дробная рациональная функция. В числителе многочлен постоянной степени константа, постоянной многочленной степени 0, да? Просто константа равна N, знаменатель тоже 1. Еще раз сказать, это я утверждаю. Ну, с другой стороны, как только это утверждение написано, если вы еще помните, что такое значок меньше, он очевиден. Я хочу сравнить две функции. Как мне нужно вступить, если я хочу сравнить функцию N? Значит, я взял натуральное число N, зафиксировал 2022, да? Чтобы, так сказать, более конкретный вид этого какого-нибудь числа видеть. И вот я хочу сказать, что функция X крупнее, чем 2022. Чтобы на моем поле R красиво выполнить это соотношение. Почему это так? Потому что в определении сказано. Неравенство, это значит, функциональное неравенство должно выполняться, начиная с какого-то номера. Да, существует такое число R, которое равно 2000, ну, давайте возьмем 23. Можно сразу 22, кстати. Для любого X, которое больше, чем этого R, ну, очевидно же, что 2022 меньше этого X. То есть, при всех больших X это неравенство выполнено. Поэтому мы объявляем его выполненным вот в этом поле R красиво. Получается, стоит вот эта совершенно безобиднейшая функция, да? Тождественное отображение. Значит, оно является бесконечно большим элементом в этом поле R красиво. И, аксим, Архимеда говорит, не-не-не, такое нельзя, мы такое не берем. Ну, кстати, кажется, в этом поле R красиво вот эта табличка не такая глупая. Она, кажется, как раз и реализуется. Вот X живет где-то здесь, вот этот X, да? А натуральное исчезло где-то тут. Наверное. Если вы хотите рисовать это как порядок, он полный порядок. Ну, в смысле, любые два элемента сравнимы, и ни что вам не мешает, сравнимо, значит, большое пишем, проверили маленькое. То есть, если вы надлежащим образом хотите нарисовать это R, вы сумеете его нарисовать таким способом, где будет ровно эта картина. R красивая. Так, хорошо. Значит, аксиом Архимеда замечательно. И еще одна аксиома. Еще одна аксиома называется, ну, это уже такая северательная, называется аксиома Кантера. Значит, четвертая группа аксиом состоит из одной аксиомы. Значит, что именно брать в качестве четвертой группы аксиом, можно по-разному варьировать. Например, часто какие-то аксиомы непрерывности, или еще что-нибудь называют. Ну, так я буду называть это аксиома Кантера. Георг Кантер. Первые три года жизни жил в Петербурге. Где-то носил Солнце. Там, если поискать, ну, там проявлено несколько линий, наверное, можно найти. Ну, только там бред какой. Там табличка, типа, висит на дворе, а я в куртку в Петербурге. Поэтому, значит, вот можно найти дом, где жив Георг Кантер, но, скорее, под таким внешним наводком, а не потому, чтобы эту табличку встретить, на самом деле. Значит, аксиома Кантера, она устроена так. Значит, мы с вами договорились, что в любом порядочном поле я могу писать отрезки. И вот так все о Кантере говорит. Значит, пусть у нас имеется система, бесконечное семейство отрезков. А1, В1. А2, В2. И так далее. Значит, бесконечное семейство отрезков. В том множестве, которое мы изучаем в R, да? От них требуется, чтобы отрезки были вложены. Каждый следующий отрезок содержится в предыдущем. А1, В1 самый большой, А2, В2 самый маленький и так далее. В общем, Акантера сообщает, что в этой ситуации эти отрезки, если вы рассмотрите пересечения этого семейства, имеют небольшое пересечение. Пересечение всех этих отрезков АКБХ В общем, бесконечно много. Если бы конечное число, то пересечение было бы самый маленький, который в конце. Но их бесконечно много. Самого маленького нету. Всегда есть еще, как сказать, меньший. Ну и что? Все равно, говорит Кантер, в этом случае отрезки пересекаются. Пересечение не пусто. Все. В общем, окончилось. Ну, мы еще некоторое время будем присматриваться к ней. Я не хочу сразу... Я хочу закончить определение множества вещественных чисел. В этом смысле порадуемся. Определение множества вещественных чисел закончилось. Я, наконец, пересечисил все АКБХ. С другой стороны, про АКБХ. Но все-таки один комментарий я сразу вам сообщу. Я уже его почти сделал, когда говорил про АКБХ. Значит, здесь существенно, что отрезки замкнуты. В этой аксиоме. Если вы попытаетесь аналогичное утверждение про открытые отрезки, вы ничего хорошего не получите. Отрезки замкнуты. Значит, собственно, отрезком-то я и называю, когда концы входят, да? Ну, я вот подчеркиваю, что... Ну, может надо говорить про мерутки замкнуты, да? Если я начну рассматривать открытые интервалы. Сработает такая штука. Есть интервал А1В1. Он содержит в себе А2В2. И так далее. Что можно сказать про пересечение всех интервалов? Ответ. Да, ничего. Может не пустое. Дело в том, что просто легко придумать пример. Кажется легко. Когда пустое. Ну, просто давайте рассмотрим отрезок. 0,1. Не отрезок, а интервал. Второй интервал 0,1,2. Третий 0,1,3. И так далее. То есть, энты интервалы, это интервал от 0 до 1 энты. Мы рассмотрим пересечение. Пересечение этих интервалов пусто. А почему оно густое? Ну, потому что любое положительное число, если вы думаете, что интервалы состоят только из положительных тисел, по определению. Значит, в пересечение может попасть только положительное число. А таких положительных тисел, которые лежат в этом пересечении, нету. Потому что если вы думаете, что у вас положительное число А упало в пересечении, значит у вас тогда получается, что для любого N натурального А меньше одной энты. Бывают ли такие положительные числа, что они при всех N меньше одной энты? Ну, легкие правила, так сказать, работы с неравенствами, которые, как бы, вот, я считаю, что мы поверили, что они выводятся из второй группы аксиом, 법ác, который мы считаем, что это ни разное vraiment насильно или нет, да. А положительное, N натуральное число, то же положительное, это то же самое число N меньше одной аты. Не может так быть, что для любого N, число N меньше вот этого фиксировано числа я не знал. Каксиом Архимеда. Каксиом Архимеда говорит, что как только вы заказываете Y, так сразу можно найти натуральное число более крупнее. Поэтому не может так быть, что все натуральные числа меньше одного и того же вещественного числа. Аксиома Архимеда говорит нам, что в этом случае пересечение будет пусто То есть она нам запрещает не только бесконечно большие числа Но еще такие бесконечно малые и близкие к нулю числа Бесконечно малых положительных чисел не бывает Говорит нам Аксиома Архимеда Хорошо А значит, это мы обсуждали такую возможную вариацию формулировки Аксиома Кантера Получается, что для самых крутых антрецков Аксиома Кантера гарантирует, что Пересечение не пусто, что там что-то есть Ну, мы чуть позже обсудим Один там элемент, не один, это нам сейчас не важно Ну вот, конкретно в этом примере, если мы отрезки все замкнем Будем считать, что тут скобочки квадратные Вот это с той множества превратится в ноль Точка ноль будет лежать во всех отрезках Вот Замечательно Так вот, значит, добавление этой Аксиомы Кантера Оно позволяет упрощаться Последним из кандидатов, который у нас там оставался У нас там были 4 и 5, да? Были вещественные числа и рациональные Ну вот рациональные числа, они нас в этом месте покинут Значит, они не вписываются в аксиому Кантера Что там не сработает в ноль и рациональных чисел? В ноль и рациональных чисел, ну вот что-то не сработает Ну, я сейчас не буду об этом говорить Мы и так уже, по-моему, много времени пока на это потратили А просто на уровне Ну и потом еще немножко обсудим эту ситуацию Вот не сработает такое Вот у нас есть такое замечательное число В существовании которого мы вроде как не сомневаемся Корень из двух И оно позволяет тогда говорить Давайте рассматривать в множестве рациональных чисел Такую систему вложенных отрезков Значит, в качестве первого отрезка возьмем 1,2 В качестве второго отрезка возьмем 1,4, 1,5 В качестве третьего отрезка возьмем 1,41, 1,42 И так далее А именно, каждый следующий раз я буду делать следующую вещь Я возьму определенное значение корень из двух Вот следующее значение 11,314 Соответственно, я возьму вот эту вот десятичную дробь, которая там появляется И объявлю, что левый конец это вот ровно то, что получается отбрасыванием хвоста Вот если я пишу запись десятичную для корня из двух А правый конец это я вот в последний раз увеличу линейку И вот, значит, продолжение окажется вот таким Ну и так далее Вот я строю такую систему вложенных отрезков, которая оказывается в множестве рациональных чисел У меня пустое пересечение Потому что вот это число корень из двух, про которое я говорю Оно, видите ли, нерациональное Это еще древние греки проверили И значит, если вы рассматриваете вот эти промежутки в ку То есть промежутки, состоящие только из рациональных чисел Расположенных между этими границами То вот пересечение всех этих отрезков Множество и ку вам даст пустое множество Единственное, что там могло бы быть пересечение Это корень из двух Но он нерациональный, поэтому в смысле рациональных чисел Там вы ничего и вы не найдете То есть тем самым получается, что Ну мы же, так сказать, визуально себе представляем Что множество естественных чисел, как мы мысленно считаем Живущим на вещественной прямой Но что рациональных чисел тоже на вещественной прямой В чем же разница? А получается, что вот рациональные числа как-то так разреженно живут Тут они как бы, хотя и очень плотно заполняют эту прямую Но в некотором смысле вот получающаяся прямая Оказывается достаточно дырялой Вот мы нашли в ней такую дырку под названием корень из двух Мы нашли такие сужающиеся отрезки Которые по смыслу, которые нам навязывают аксиома Кантера Должны бы внутри себя содержать Есть какая-то точка общего пересечения В множестве рациональных чисел этой точки нету И в этом смысле отрезки сужают, сужаются И в них никакой общей точки нету Вот вы нащупали некоторые дефекты Некоторые такой вот неполноту в множестве рациональных чисел Там чего-то не хватает в некотором смысле Вот об этом позабытилась аксиома Кантера Так, хорошо, кажется, надо пока остановиться Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому